Рассмотрим знаки препинания при обособленных обстоятельствах. Наиболее распространенным случаем обособления обстоятельств являются одиночные дейпричастия, сохраняющие свое глагольное значение, и дейпричастные обороты, о которых мы и поговорим в этой лекции. Дейпричастием называется особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным глаголом, и отвечает на вопросы «что делая», «что сделав», «как», «когда», «почему» и другие. В составе дейпричастия вычленяются суффиксы «ая», «вши», «в», «ши», по которым дейпричастие легко узнать в тексте. Дейпричастие с зависимыми от него словами называется дейпричастным оборотом. Правило обособления дейпричастных оборотов очень просто. Они всегда выделяются запятыми с двух сторон, независимо от их места расположения по отношению к глаголу сказуемому. Например, вертикальное окно вверху, журавлем взмывая гребню крыши, отбрасывало на пол косой прямоугольник солнца. В этом предложении дейпричастный оборот «журавлем взмывая гребню крыши» стоит перед сказуемым «отбрасывало». Дейпричастие содержит суффикс «я». В следующем предложении дейпричастие, облокотившись, стоит после глагола сказуемого и содержит в своем составе суффикс «вши». Он стоял, облокотившись на перила, и смотрел, как внизу во дворе славик моет новые жигули. Дейпричастный оборот, находящийся после союза или союзного слова, отделяется от него запятой. Союзы в состав дейпричастного оборота не включаются. Например, мне хочется представить себе лицо этой женщины, когда, вернувшись в комнату, она привычно протягивает к полке руку и не находит там кулона. Если у бродейпричастный оборот, то станет ясно, что союз «когда» относится к продолжению этой части, когда она привычно протягивает к полке руку. Приведем еще один подобный пример. Я понятия не имел, что теперь делать, поскольку, отпустив свою новую знакомую, я тем самым немедленно выставлял ее на посмешище. Исключение из этого правила составляет союз «а». После него может ставиться запятая в зависимости от контекста. Если дейпричастный оборот можно опустить без ущерба для грамматической структуры предложения, запятая ставится, например, «однако пионер не спешил ее покинуть, а задрав голову, стоял и глядел на купола и высокие своды на внутреннюю лестницу и комнатки с полукруглыми стенами». Если убрать дейпричастный оборот, союз «а» сохранится. Однако пионер не спешил ее покинуть, а стоял и глядел на купола. Союз «а» в данном случае является частью противительного союза «не-а». Не спешил, а стоял и глядел. Если союз «а» включается в дейпричастный оборот, то запятая после него не ставится. Сравним. Войдя в больничный парк, я вдруг немного опомнился, а опомнившись, растерялся. Если убрать дейпричастие, опомнившись, союз «а» окажется явно лишним. Войдя в больничный парк, я вдруг немного опомнился, а растерялся. Это говорит о том, что он входит в состав дейпричастного оборота и выделяется вместе с ним. Если перед дейпричастными оборотами находятся ограничительные частицы «только», «лиш», то чаще всего запятая ставится перед ними, так как они включаются в состав оборота. Например, в дороге он сразу распустился и надевал китель, только выходя на станциях, а так ехал в подтяжках поверх сиреневой трикотажной рубашки. Однако в некоторых случаях эти частицы могут принадлежать основной части предложения. Например, вообще-то он не курил, иногда лишь выпив. Но сейчас, чтобы расположить парней к себе, «закурить понял – нужно». Еще один пример. Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею как гусь, старался не проронить ни одного слова. Частица «только» относится к сказуемому, не записывал, а только старался не проронить ни одного слова. Соответственно, в первую очередь надо учитывать смысловые связи в структуре предложения, чтобы правильно определить, к чему относится такая частица, к дейпричастному обороту или к другому члену предложения за его пределами. Сравнительные частицы «словно», «точно», «будто» также чаще всего входят в состав дейпричастного оборота и выделяются вместе с ним. Например, «но вот Юра осторожно повернулся к двери, словно сравнивая степень риска со степенью соблазна». Дейпричастие и дейпричастные обороты не обособляются в следующих случаях. Во-первых, если дейпричастие непосредственно примыкает к глаголу и имеет значение образа действия. Саша старался идти, не торопясь. Во-вторых, запятая не ставится, если дейпричастие или дейпричастный оборот оказываются в ряду однородных членов предложения, выраженных другими частями речи. «Шел старец, не торопясь и незамедленно. Шел мерным шагом, свойственным людям, привычным к неблизким пешим переходам и неспешным размышлениям». Здесь «не торопясь» — это дейпричастие, «не замедленно» — наречие. В-третьих, запятая не ставится, если дейпричастие в составе определительной и предаточной части имеет в качестве союзного слово «который». Например, перед нами стоит задача, не решив которую, мы не можем двигаться дальше. Большое значение для обособления одиночных дейпричастий имеет целый ряд факторов. Чаще приобретают значение образа действия и не выделяются дейпричастия, образованные от глаголов несовершенного вида. Сравним. Он говорил морщась и он ответил сморщившись. Необходимо также учитывать контекст и место расположения дейпричастия относительно глагола сказуемого. Одиночное дейпричастие чаще обособляется, если оно стоит в начале предложения и между ним и сказуемым есть другие члены предложения. Например, морщась он продолжал говорить. Положение одиночного дейпричастия непосредственно послесказуемого способствует их восприятию как единого целого. Например, он говорил морщась. Таким образом, обстоятельства, выраженные одиночными дейпричастиями или дейпричастными оборотами, как правило, обособляются в любой позиции и при любых передаваемых ими отношениях. Редкое исключение составляют одиночные дейпричастия, приобретающие значение образа действия и обозначающие способ осуществления того же самого действия, которое названо глаголом сказуемым. В этих редких случаях запятые не ставятся.